Венесуэлы Мы присутствуем во всем мире. И у нас есть войска по всему миру. В местах, которые очень-очень далеко. Венесуэла находится не очень далеко. И люди страдают, и они умирают. У нас есть много вариантов для Венесуэлы, включая возможный военный вариант, если это будет необходимо. Впрочем, Пентагон пока не получал от Дональда Трампа указания о подготовке военной операции. В самой Венесуэле вероятность военного вторжения США восприняли как вполне реальную угрозу. Никто здесь не хочет, чтобы Венесуэла стала второй Сирией. Военное вмешательство США принесет больше проблем, чем решения. Я не думаю, что это то, что нам нужно прямо сейчас. Либеральная часть жителей Венесуэлы, недовольная положением в стране, силовой метод преодоления кризиса отвергает. Однако давление на президента Николаса Мадуро и его правительство приветствуют. При этом, эта часть венесуэльцев особо подчеркивает, действие внешних сил не должно сказаться на и без того бедственном положении простых людей. Я считаю, что военное решение нынешнего кризиса или вооруженный конфликт только усугубят все проблемы, с которыми сталкивается сейчас венесуэльское общество. Я считаю, что санкции в отношении правительственных чиновников являются наиболее подходящим ответом. И это поможет избежать того, чтобы венесуэльский народ переживал большие страдания от бед и голода. Впрочем, среди венесуэльцев есть и те, кто считает военное вмешательство США во внутренний конфликт оправданным. Этому не стоит удивляться. Если бы такая точка зрения отсутствовала, то в стране не было бы кризиса с вооруженным противостоянием и жертвами среди гражданского населения. Все, что помогает Венесуэле свергнуть диктатуру, приветствуется. Конечно, мы не поддерживаем насилие, но посмотрите, сколько насилия мы уже испытываем. Прямо на этой площади многие венесуэльцы были ранены и убиты. Там даже есть улица, называемая Пернолет, названная в честь мальчика, который был убит на демонстрации. Он сражался за демократию и свободу, которые мы уже потеряли. Продолжение следует...